Заместителя декана факультета журналистики МГИМО, а в прошлом генерала российской разведки Юрия Кабаладзе уволили за то, что он пригласил на лекцию к студентам телеведущего Ивана Урганта. Конечно, любимец публики это Ваня Урганта, которому я очень благодарен, что он два или три раза уже приходил и очно, и по Зуму. И он, конечно, обладает таким природным обаянием, он настолько умеет, за ним просто толпа, вот закончилось занятие, за ним бежит толпа, значит, сфоткаться, селфи. На новость об увольнении Кабаладзе Ургант отреагировал коротко и поэтично, подписав скриншот «Ах, Вадевиль, Вадевиль». Видимо, власти до сих пор не могут простить Ивану черный квадрат с подписью «Страх и боль нет войне». И его отъезд из России после начала полумасштабного вторжения в Украину. Тогда пропаганда начала против Урганта настоящую травлю. Это предательство. Для меня это враг. Даже публичная некая была перепалка, я там сказал, что я там плюнул бы, если бы увидел, он мне что-то ответил даже. Во-первых, уехала полтора юмориста. Я не знаю, Урганта можно назвать юмористом? Урганту на с***. А мне насрать на Урганта. Но я отвечу на вопрос. Урганту на с***. Всем эстрадным артистам на с*** вас. Всем популярным ведущим на с*** вас. Всем вашим, всем, да, культовым блогерам на с*** на вас. Почему вас так занимает дни, когда небосклон затянут тучами? Судьба у п***а вышла. Я не понимаю. Ну а если про Урганта говорить? Покайся. Время прошло в уйму, а в ответ тишина. Зачем ты это делал? Вот для меня, я повторюсь, для меня это загадка. Ну неужели ты настолько глуп, взял все свои эти заслуги, перечеркнул? В интернетах там мгновенно создано резко отрицательное реноме, так сказать. Пробыв какое-то время за границей, Ургант снова вернулся в Россию. И даже пошли слухи, что программу «Вечерний Ургант» хотят снова вернуть в эфир. Дни передачи «Вечерний Ургант» оказались сочтены. И история нашей передачи оказалась чуть короче, чем думали мы. Ведь, в принципе, Ургант и раньше позволял себе многое. Например, шутил над Путиным. Ну что, можем ехать? Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить. А я вот, кстати, Владимир Владимирович, думал, кто из нас с вами первым пошутит. Вы меня передели. И шутил о войне с Украиной практически перед ее началом. А, Витя, когда война, они говорили? Война, ну, по расписанию 16-го говорят. Слушай, подожди, может перенести войну, Витя? Ну, да. Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты. Ну, да. Давайте перенесем войну вообще. Ну, отменять не будем, все-таки война. Да что уж тут за Ургант отступался. Даже сам пресс-секретарь Путина Песков. Я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. Он большой патриот. У него, может быть, своя точка зрения. Он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно клеветать на роль людей. Не нужно записывать их в пятую колонию. Правда, в противовес Пескову в Госдуме резко высказывался спикер Володин. И сулил вот таким, по его словам, предателям Родины даже тюремный срок. Хорошо, то что уехали. За них держаться не надо. Первый придадут. Они уже предали. Пусть не возвращаются. Но им мы должны сказать, они совершили многократно преступления перед своей стороной, народом. Если задумают назад возвращаться, будут наказаны. Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому, кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. И вышло что-то усредненное. Ведь по возвращению в Россию Ургант не сел и воевать не пошел. Но при этом больше нигде не появляется. Ни в больших шоу, ни на официальных мероприятиях. Только поклонники снимают его по одинокие выходы в свет. Ну и в сети появилось видео, как на мероприятии в Дубае Ургант пытается оправдаться и как-то, видимо, реабилитироваться в глазах российской верхушки. Любите Россию? Да. И я да. Да. И я да. Знаете, я вообще... Так даже можно я это поразвернуто скажу? Ну так не развернуто, так чуть-чуть приотверну. Фитер. Ну, давайте. Я вообще вот даже не знал, что я так сильно ее люблю. Вот так бы я сказал. Я скажу так же, как я говорю часто, когда я говорил на канале, на котором я работал. Я извиняюсь. Да, еще... Я, как я, полтора года пытаюсь сказать, никто не дает. Только так и не ясно. Ваня, так ты против войны или уже за? У меня есть такая идея. Один раз в жизни сказать правду друг другу. Давайте сейчас возьмем и уйдем отсюда. К чертовой матери, ребят, а? Ведь уж сидеть на двух стульях не выйдет. И нужно принять какую-то сторону. И желательно, чтобы это не была сторона преступной террористической России. Потому что нести ответственность за эти преступления потом тоже придется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...